Насколько эффективен, может быть, Алексей Навальный, находясь в изоляции? Опять же, если говорить о сравнениях, нередко приходится слышать о том, что Мандела провел в заключении больше 20 лет, потом вышел и стал президентом ЮАР. А вот насколько сравнение с Манделой имеет право на существование? Вы знаете, не каждый политик Мандела. Илья Муромев, как называется, 33 года лежал на печи, потом встал и начал крушить всех врагов. Но это не значит, что лежа на печи 33 года, вы автоматически превращаетесь в Илью Муромцев. Сама посадка в тюрьму не гарантирует блестящего политического будущего. Но в том, что касается в данном случае Алексея Навального, то в контексте нашей ситуации, я думаю, что это чревато для власти очень большими серьезными последствиями вот эта посадка. Потому что слабее он не станет, станет сильнее. Каждый день пребывание его в тюрьме работает против-против власти. Каждый день повышает, так сказать, градус жертвенности мученичества Навального в глазах очень большой части наших граждан, причем молодой, энергичной, харизматичной, такой профессионарной части. Той части, за которой будущее. Поэтому я думаю, что в данном случае сравнение с Мандалой может быть и обоснованным. А сравнение с Ходорковским, который 10 лет был главным политзаключенным России номер один, потом он вышел из тюрьмы и уехал в эмиграцию. Он же оттуда ведет свою политическую, в том числе деятельность, скорее общественную, но тем не менее многие считают, что она недостаточно эффективна и не сильно угрожает Кремлю. Не ждет ли это Алексея Навального? Нет, но Навальный же здесь, а Ходорковский там. Ходорковский, у него я бы не противопоставлял друг другу разные судьбы. Ходорковский героический человек, естественно, 10 лет отмотал, пролюбился бы очень мужественно, так сказать, не опрогнулся, но потом был просто силком отправлен за границу. Если он приезжает сюда, его берут, снова сажают, ему это надо. Тем более, что референтная группа Ходорковского, его электорат Ходорковского значительно уже по определению, чем электорат Алексея Навального. Алексей Навальный менее определенен, и потому у него более широкий электоральный охват. Поэтому, конечно, сравнивать их нельзя. У каждого своя судьба. Посадка их роднит, но политическая судьба в них разная. Навальный здесь в тюрьме гораздо опаснее для Кремля, чем он был бы на свободе за границу. Гораздо опаснее. Вот вы сказали о том, что Навальный опаснее для Кремля здесь. Леонид Волков, глава штаба Навального, отложив акции протеста до весны, также сказал, что будем вытаскивать Алексея Навального с помощью международного резонанса, насколько я понимаю, это санкции и так далее. Это может быть эффективно? Может как-то повлиять на российскую власть сегодня? Или это безразлично сегодня тем, кто у власти в России? Нет, безразлично это никак не может быть. Повлияет ли? Это другой вопрос. Конечно, это не безразлично. Санкции не безразличны. Уже давно никто не смеется над санкциями. Ничего смешного в них нет. Они давят нашу экономику, давят нашу социально-экономическую перспективу очень серьезно. И власть отдает себе в этом отчет. Но, конечно, под прямым давлением Запада отдать Навального – это вряд ли. Один, может быть, вариант со стороны нашего руководства постараться сделать так, чтобы, скажем, под давлением как бы сыграть в гуманизм. Берите вашего Навального, забирайте его себе, увозите. Но на это Навальный не пойдет. Я в этом абсолютно убежден. Он бы не приезжал, если бы у него были намерения жить спокойно на Западе. Он бы просто не приезжал сюда. У него была такая возможность. Его предупреждали. Он сюда приехал. Он выбрал путь борьбы. И выставить его за границу, лишить гражданства. Не позволяет российская конституция. Выставить его за границу вряд ли получится. Нет. Такой номер не пройдет. Поэтому я думаю, что он будет постоянно с занозой. В нашем, так сказать, государственном теле. Кремлевском. Он будет постоянной темой давления, действительно, со стороны международных лидеров. Но это давление ничем... В обозримом будущем я не верю, что это давление чем-то результируется. Насколько серьезный ущерб власти Алексея Навальный нанес своим фильмом про дворец президента Путина? Ну, предположите. Огромный ущерб, конечно. Огромный ущерб. Фильм в связке с последних месяцев судьбой Навального. С отравлением, выздоровлением, возвращением, обвинением и посадкой. Конечно, фильм производит сильное впечатление. Он очень профессионально сделан. Он очень достоверно выглядит. Он очень пословно выглядит. Убедительно. И на него нет ответа. А пока на него нет ответа, он будет продолжать выглядеть убедительно. Скажем так, потому что наша власть могла бы встать в позицию английской, так сказать, жены Цезаря, от которой отскакивают все обвинения. Потому что она вне подозрений. Но наша власть совсем не жена Цезаря. Поэтому подозрения от него не отскакивают. Поэтому, в принципе, чтобы они отскочили, нужно обоснованно парировать обвинения, которые прозвучали в фильме. Этого никто делать не собирается. Потому что все, что прозвучало, типа того, что господин Ортенберг взял от себя собственность на этот дворец. Или возражения со стороны Марии Владимировны Захаровой или Дмитрия Пескова. Но это все, в общем, не выглядит убедительно. Поэтому, конечно, удар нанесен большой. У нас сторона левая. И, конечно, на фоне бедности, жизнеподавляющей части наших сограждан, конечно, космические цифры, космические картинки, они вызывают крайне негативное впечатление. Политолог Абаз Галямов, который был у нас в эфире, считает, что этим фильмом Алексей Навальный смог достучаться до глубинного народа. Так он назвал большую часть населения России. Вот действительно ли удалось, как вы считаете? Не знаю, это вопрос к социологам. В какой-то мере вероятно. Но вообще большая часть глубинного народа такова, что до существования в принципе невозможно. В принципе. Потому что человеку свойственно такой тип мышления, при котором отвергается все, что разрушает сложившуюся картину мира. Просто отвергается от порога. Будет это доказано сто раз вообще абсолютно. Все. Но если у меня другая картина мира, и она мне комфортна, я от нее не откажусь, что бы мне ни говорили. Таких людей очень много, таких людей миллионы. Мне кажется, есть люди более склонные к рефлексиям, на которых это подействовало все-таки. То есть, конечно, что это сузило электорат Путина, что это снизило его рейтинг, что это снизило доверие ему в его базовой аудитории, это несомненно. Вот еще одно интересное замечание, которое сделали, на что, точнее, обратили внимание, это что Алла Пугачева подписалась на инстаграм Алексея Навального, в то время как Филипп Киркоров выступил с письмом, в котором критиковал действия Навального. А Алла Пугачева как символ, в общем-то, и российской эстрады, и вообще такой, даже в какой-то степени, наверное, российский культурный код, это важное все-таки действие? Вы говорите, Алла Пугачева, не Филипп Киркоров, ну, прямо скажем, друзья. Алла Пугачева — это великий человек, великая женщина. Конечно, она, конечно, это важно. Разумеется, она уже не в том зените бешеном своей популярности, в каком она была там энное количество лет назад, но все равно Алла Пугачева — это Алла Пугачева, разумеется. Ну, то есть, это что означает, вот ее эта подписка? Это ничего не означает, это означает позицию Аллы Пугачевой. Она всегда была умным человеком, всегда была очень тонким человеком, я думаю, что с определенными гражданскими позициями. Поэтому это меня не удивляет, так же, как и позиция Филиппа Киркорова меня абсолютно не удивляет, он другой человек. То есть, Алла Пугачева может сказать… Ну, это не значит, если Алла Пугачева, то это не значит, что весь советский народ сразу пошел за Аллой Пугачевой. Разумеется, нет. Ну, Аллу Пугачева можно назвать оппозиционной в контексте этой подписки или… Она не оппозиционная, она независимая. Она независимая, я бы так ее охарактеризовал. Она умный, самостоятельный, независимый человек. Каким, на ваш взгляд, будет 2021 год с точки зрения политики в России и Беларуси? Можно ли смоделировать, сделать прогноз? Мы понимаем, что прогноз – дело неблагодарное, но, тем не менее. Какие ожидания? Прогнозы действительно делать дело неблагодарное. Кассандра погибла очень быстро. Последний человек на моей памяти, который делал успешные прогнозы. Я не хочу, я не Кассандра, ни в какой мере. Прогнозы сделать сложно, но этот год будет очень трудным для и белорусской, и российской власти. Это однозначно. Я думаю, что Лукашенко, скорее всего, ему будет очень трудно пережить 2021 год, оставаясь в власти. Не знаю, как ему это удастся сделать. Это не прогноз стопроцентный, на это мое предположение. С очень высокой долей вероятности он не переживет, конечно, 2021 года в творчестве президента Беларуси. Что касается Владимира Владимировича Путина, то у него шансов гораздо больше. Но, конечно, его популярность снижается. И в контексте того, что снижается также социально-экономическая перспектива России, во всем случае на ближайшее будущее, прогнозы вполне себе, к сожалению, неблагоприятные. И как он будет, так сказать, снова повышать свой рейтинг. А кроме него рейтинга нет ни у кого в России. Ни у одного института нет рейтинга, кроме института президента. В общем, президента по фамилии Путин. Поэтому, так сказать, на чем мы будем, я имею в виду, когда я говорю, мы, я имею в виду в данном случае, российскую власть. На чем мы будем вылезать из этой ямы, то есть российская власть, я не знаю. Потому что до сих пор все висело на рейтинге Путина. Теперь он снижается, и он ненадежен. Ну что ж, благодарим вас за то, что нашли время выйти к нам в прямой эфир. Спасибо вам, Николай Карлович. Спасибо вам. Всем здоровья. Да, всего вам доброго. Николай Сванидзе был с нами на прямой связи.